Ну что ж, мы начинаем. И первыми исполнителями сегодня станут воспитанники Романа Емельянова. Категория группы. Роман, быть первым всегда сложно. Вы волнуетесь? Ну, честно говоря, я даже не знаю, кто больше волнуется. Ребята, которые сейчас выйдут на сцену, или я. Больше волнуемся мы с Филиппом, мне кажется. Это, кстати, заметно. Особенно по Филиппу. С него столько роз осыпалось. Годы осыпаются листья. Как розы. Извини. На самом деле, ребята, которые сейчас появятся на сцене, группа, я считаю, должна произвести не просто благоприятное впечатление, они должны порвать, потому что это по-настоящему крутые музыканты. Исполнять песню «Синий иней» будет группа «Шестое чувство». Наше желание победить в шесть раз сильнее, чем у других, потому что нас шестеро. А это значит, что мы победим. Кудряба. Я зато люблю Ивана, что головушка кудряба. Я бы, на самом деле, эту группу с удовольствием пропустил бы во второй тур. Ну, ладно, хорошо, давайте скажем «да» посмотрим. Это реально очень талантливый коллектив. Его можно хоть завтра, послезавтра делать программу и выпускать уже в кастрольную трубу. Чем ближе к сцене, тем больше волнения. Да, только почему-то Тёма у нас никогда не волнуется. Я бы успокаиваю всех. Я должен же кто-то успокаивать. Спи, мой мальчик, спи, мой зайчик. Их творчество. Это действительно их творчество, потому что они берут какую-то уже достаточно популярную песню и делают её совершенно по-своему. Есть приятные обстоятельства. Я люблю тебя, это здорово. Мы верим в вас и в нашу победу. Голосуйте за нас! Шестое чувство. Ну, что вам там шестое чувство подсказывает? На правильный путин. Мне нравится ваша позиция. Поздравляем вас с днём рождения, Алла Борисовна. Группа «Шестое чувство». Добрый вечер, друзья, мы начинаем... КОНЕЦ 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 Если ждать шагу, я же шоу, синий, 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 синий лёг на провода, небе тёмно-синим, синяя звезда. Синий поезд мчится в дымке голубой, я за синий птицей, еду за тобой. Пусть ночи и не пусть зайдут снега, над рекою синий встретимся тогда. Синий, 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 синий лёг на провода, небе тёмно-синим, синяя звезда. Только в небе, в небе тёмно-синим, синий поезд мчится в дымке голубой, Не за синий птицей, еду за тобою, за тобою, как за синий птицей. Ищу лишь её мечту свою, и лишь она одна мне нужна. И ветер дает всё, ты скажешь мне, она, она, где она? Синий, 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 синий. Синий, синий, у-у-у-у, эй-яй-яй-яй, синий-яй. Замечательно выступали. Ребята очень талантливые. У меня вопрос к этой очаровательной девушке. Один вопрос творческий. Где вы купили эти классные зеленые носки? Не скажу. Это секрет группы. В этих носках, понимаете, все, наше... Поколение ходило. Замечательные чувства, веселые чувства. Не знаю, какие чувства вызвали эти ребята у наших членов жюри. Лолит Милявская, как вам, ребята? Катастрофа. Абсолютная, полная катастрофа. Ведь по условиям конкурса я должна любить только своих. Я должна быть стервой. И в этом и называется моя личная катастрофа. Мне честно, как бы мне ни говорили о конкурсе, мне сейчас не к чему придраться. Я бы очень хотелось. Не нашла, зараза. Лолита, соберитесь. Борис, Борис. Конечно, я эту песню воспринимаю немножко по-другому. Ну, раз ребята так выбрали такой путь, судить, наверное, не только жюри. Вопрос другой. Вот я хотел Рома спросить. Рома, вы принимали участие в одевании группы? Разумеется. Все свои вещи отдал Роман. Всю предыдущую неделю мы раздевались, снова одевались. Чем вы занимались? Этого момента поподробнее, пожалуйста. А ведь надо было ребят заставлять учиться петь. Вы не Роман. А, извините, пожалуйста. Роман, вам слово. На самом деле я хочу сказать спасибо, ребят. Вы молодцы. Вы справились со всеми задачами, которые мы вместе с вами поставили. И то, что ни одному из рядом присутствующих, в общем-то, нечего вам сказать, кроме как там про носки или про одежду, это самый главный показатель. Вы молодцы. Ура. Я думаю, еще раз бурный аплодисмент, ребята. Спасибо. Ребята, ну а сейчас сама Алла Борисовна скажет, что думает по поводу вашего выступления. Алла Борисовна. То есть я еще пока сама могу, да? Вы всегда могли сама. Вы меня так поздравляли с днем рождения, что я почувствую, что у меня как будто уже 100-летний юбилей. Прям ужас какой-то. Ваши слова до Бога в уши. Ну хорошо. Спасибо большое за все поздравления, хоть я сейчас могу сказать. Ну что я могу сказать об одежке, да? Говорили. Встречают по одежке, провожают по уму. Есть такая замечательная пословица. И ведь в тяжелых условиях, когда не сами выбирают песню, а из того, что вот предложили, надо спеть то, что вернее предложили. Может, они выбрали бы другую песню. Но они сделали это настолько по-своему, что это просто удивительно. То есть не пошли никакими штампами. И чувствуется, что вы, конечно, большие-большие умницы и профессионалы. Несмотря на волнение, я вас поздравляю. Спасибо. Вы молодцы. Замечательные слова. Уважаемые телезрители, если вы хотите увидеть группу «Шестое чувство» на следующей неделе, срочно отправляйте смс с цифрой 01 на номер 1819. Или звоните по телефону 8803-333-4901. Ребятам нужна ваша поддержка. А если вам что-то в этом выступлении не понравилось, присылайте свои претензии на номер Романа Емельянова. Группа «Шестое чувство». Группа «Шестое чувство»